В данном фильме будут рассмотрены проводящие пути анализаторов. Анализаторы – это комплексы структур нервной системы, осуществляющие восприятие и анализ информации о явлениях, происходящих в окружающей среде организма или внутри самого организма, формирующие специфические для данного анализатора ощущения. Различают следующие виды анализаторов. Внешние анализаторы получают данные от окружающего мира и в дальнейшем их анализируют. Внутренние анализаторы воспринимают и подвергают анализу видоизменения во внутренней среде организма. В данном фильме будут рассмотрены проводящие пути внешних анализаторов, а именно зрительного, слухового, вестибулярного, обонятельного и вкусового. Зрительный путь осуществляет трансформацию световых сигналов в нервные импульсы, транспортировку данных импульсов к обрабатывающим центрам головного мозга, передачу обратной информации для получения глазным аппаратом четкого и ясного изображения. Свет, попавший на сетчатку, проникает в ее глубокие слои и вызывает там сложные фотохимические реакции, в результате чего возникает нервный импульс в палочках и колбочках. Затем нервный импульс передается биполярным клеткам, где располагаются тела первых нейронов, а от них мультиполярным, где располагаются тела вторых нейронов и отростки которых формируют зрительный нерв. Зрительный нерв выходит из полости глазницы через канал зрительного нерва в полость черепа и на нижней поверхности мозга образует зрительный перекрест. Таким образом зрительный тракт, следующий за перекрестом, образует медиальные волокна противоположной стороны и латеральные волокна своей стороны. Нервные волокна в составе зрительного тракта следуют к подкорковым зрительным центрам, к латеральному коленчатому ядру и верхним холмикам среднего мозга, где располагаются тела третьих нейронов. Аксоны следующих нейронов проходят через внутреннюю капсулу и формируют зрительную лучистость, достигая затылочной доли коры шпорной борозды, где располагаются тела четвертых нейронов и осуществляется анализ зрительных восприятий. Часть аксонов достигает серого слоя верхних холмиков, минуя латеральное ядро, откуда импульсы поступают в ядро глазодвигательного нерва и осуществляется иннервация глазодвигательных мышц, ресничной мышцы, мышц, суживающей зрачок. По этим волокнам в ответ на световое раздражение зрачок суживается и происходит поворот глаза в нужном направлении. Проводящий путь обонятельного анализатора осуществляет контроль качества вдыхаемого воздуха, принимаемой пищи и в совокупности с другими анализаторами позволяет ориентироваться в окружающей среде. Рецепторы обонятельного анализатора располагаются в обонятельной области сливистой оболочки носа и представляют собой периферические отростки обонятельных клеток. Это первые нейроны. Центральные отростки обонятельных клеток составляют обонятельные нервы, которые проникают в полость черепа через отверстия решетчатой пластинки. Обонятельные нервы идут к обонятельной луковице и вступают в контакт с метральными клетками обонятельной луковицы. Это тела вторых нейронов. Аксоны вторых нейронов идут в составе обонятельного тракта и разделяются на медиальный пучок к обонятельной луковице противоположной стороны, латеральный пучок – корковому концу анализатора и промежуточный пучок, который подходит к телам третьих нейронов. Тела третьих нейронов располагаются в обонятельном треугольнике, ядрах прозрачной перегородки и переднем продырявленном веществе. Аксоны третьих нейронов направляются в корковый конец обонятельного анализатора тремя путями. От клеток в обонятельном треугольнике длинным путем над мозолистым телом, от ядер прозрачной перегородки идет средний путь через свод и от переднего продырявленного вещества короткий путь ведет сразу в крючок. Длинный путь обеспечивает обонятельные ассоциации, средний – поиск источника запаха, а короткий – двигательную защитную реакцию на резкий запах. Корковый конец обонятельного анализатора располагается в крючке и пара гипокомпальной извилини. Проводящий путь органов вкуса осуществляет формирование вкусовых ощущений, оценивает различные качества вкусовых ощущений, а также их силу. На поверхности вкусовых клеток располагаются окончания нервных волокон, воспринимающих вкусовую чувствительность. В области передних двух третих языка чувство вкуса воспринимается волокнами барабанной струны лицевого нерва. Задний третий языка и в области желобоватых сосочков – окончаниями языкоглоточного нерва. От редко расположенных луковиц в слизистой оболочке надгортанника вкусовые импульсы поступают через верхний гортанный нерв, ветвь блуждающего нерва. Центральные отростки нейронов, осуществляющих вкусовую иннервацию в полости рта, направляются в составе соответствующих черепных нервов – это седьмой, девятый и десятый нерв – к общему для них чувствительному ядру одиночного пути, лежащему в продольном теже задней части продолговатого мозга. Аксоны клеток этого ядра направляются в таламус – к телам третьих нейронов. Оттуда импульс поступает в кору головного мозга – в крючок парогипокомпальной извилини. Именно здесь находится корковый конец вкусового анализатора. Проводящий путь слухового анализатора осуществляет восприятие звуковых раздражений, проведение нервных импульсов, слуховые центры головного мозга, а также анализ поступившей информации. Первый нейрон слухового анализатора находится в области кортиевого органа. Внутренние и наружные сенсорные клетки являются периферической частью биполярного нейрона, тела которого составляют улитковый узел. Их аксоны направляются через внутренний слуховой проход в височной кости, а затем через мостоможечковый угол входят в мост, где находятся вторые нейроны слухового анализатора – передние и задние улитковые ядра. Аксоны нейронов переднего улиткового ядра проходят через трапециевидное тело к передним ядрам трапециевидного тела, а аксоны заднего улиткового ядра проходят по задней поверхности моста, образуя мозговые полоски четвертого желудочка, а затем к заднему ядру трапециевидного тела. В ядрах трапециевидного тела находятся тела третьих нейронов. Их аксоны формируют латеральную петлю и направляются к четвертым нейронам, которые находятся в ядрах медиального коленчатого тела и нижних холмиков. Из медиального коленчатого тела информация поступает в реакционный центр слухового анализатора к верхней височной извилине, а из нижних холмиков информация поступает к двигательным ядрам пятой и седьмой пар черепно-мозговых нервов, которые регулируют работу слуховых мышц, а также аксоны четвертых нейронов нижних холмиков формируют покрышечно-спинно-мозговой путь, который соединяется с двигательными ядрами спинного мозга, которые отвечают за безусловные рефлекторные двигательные реакции. Проводящий путь вестибулярного анализатора осуществляет передачу импульсов при изменении положения головы и тела, участвуя совместно с другими анализаторами в ориентировочных реакциях организма относительно окружающего пространства. Рецепторы вестибулярного анализатора Ампулярные гребешки воспринимают направление и ускорение движения, пятно маточки – земное притяжение положения головы в покое, пятно мешочка – рецептор вибрации. Тела первых нейронов располагаются в вестибулярном узле, который находится на дне внутреннего слухового прохода. Центральные отростки клеток этого узла образуют предвердный корешок восьмого нерва и заканчиваются на клетках вестибулярных ядер восьмого нерва – телах вторых нейронов. Это верхнее ядро, медиальное, латеральное и нижнее. Аксоны клеток вестибулярных ядер формируют несколько пучков, которые направляются в спинной мозг, в мозжечок, в состав медиального и заднего продольных пучков, а также в таламус. В спинной мозг идут аксоны клеток ядер Дейтерса и Роллера, образуя предверно-спинно-мозговой путь. Он заканчивается на клетках двигательных ядер передних рогов спинного мозга. Это тела третьих нейронов. В мозжечок направляются аксоны клеток ядер Дейтерса, Швальба и Бехтерева, образуя предверно-мозжечковый путь. Этот путь проходит через нижние ножки мозжечка и заканчивается на клетках коры червя-мозжечка. Это тела третьего нейрона. Аксоны клеток ядра Дейтерса направляются в состав медиального продольного пучка, который связывает вестибулярные ядра с ядрами третьих, четвертых, шестых и одиннадцатых черепных нервов и обеспечивает сохранение направления взгляда при изменении положения головы. От хидра Дейтерса аксоны также направляются в состав заднего продольного пучка, который связывает вестибулярные ядра с вегетативными ядрами третьей, седьмой, девятой и десятой пар черепных нервов ромбовидной ямки, что объясняет вегетативные реакции в ответ на чрезмерные раздражения вестибулярного аппарата. Нервные импульсы к корковому концу вестибулярного анализатора проходят следующим образом. Аксоны клеток ядер Дейтерса и Швальба переходят на противоположную сторону в составе предверно-таламического тракта, ктилан третьих нейронов, клеткам латеральных ядер Таламуса. Отростки этих клеток проходят через внутреннюю капсулу, кору височной и теменной долей полушарий. Таким образом, мы рассмотрели проводящие пути внешних анализаторов. Благодарим за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok